Друзья, дорогие, привет! Вот прошел год, как я получила РВП, и что же я должна делать? Каковы должны быть мои действия? Когда я получала РВП, я расписывалась в следующем документе, назовем это так, документ, расписка. Сейчас я вас с ним подробнее познакомлю. Камера не хочет фокусироваться, придется нам переключиться. Таким образом, в двух экземплярах вы подписываете, я подписала такую расписку, я такая-то, такая-то, во втором экземпляре, который остался у сотрудников отдела по вопросам миграции, остался заполненный документ. Такого-то числа получила разрешение на временное проживание в Российской Федерации, и мне разъяснены права и обязанности иностранного гражданина, предусмотренные действующим законодательством. Я оснакомлен с основаниями аннулирования разрешения на временное проживание, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 года, номер 115 ФСЗ, в правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Я предупреждена, что в соответствии со статьей 8 указанного федерального закона до получения вида на жительство я обязана прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. С заявлением о выдаче вида на жительство я могу обратиться не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. Делаем паузу и повторяем, что после 6 месяцев проживания по временному разрешению, по РВП, вы можете обратиться с заявлением о выдаче ВНЖ, вида на жительство, и сделать это не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. Например, я получила в феврале 2018 года, допустим, 5 февраля, таким образом, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, то есть 5 июля я уже могу обратиться в отдел по вопросам миграции и подать заявление на ВНЖ, и сделать это не позднее, чем до 5 июля 2020 года. Вот такой у меня срок, то есть есть у меня 2 года срока. Хорошо. Я предупрежден, что в соответствии с пунктом 9 ст. 6 указанного федерального закона, я обязан в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года, со дня получения разрешения на временное проживание, лично подавать в территориальный орган МВД России по месту получения разрешения на временное проживание уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копией налоговой декларации по желанию или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода за очередной год. Указанные уведомления и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме электронных документов при наличии технической возможности. Так, что это означает? Как прошел год, я обязана в течение 2 следующих месяцев, ну то есть будем говорить до 5 апреля, подать уведомление о том, что я проживаю. Здесь никуда не делась. Так, для этого есть специальный бланк, вот у меня отрывная часть его, то есть это лист А4, вот остальная часть от листа А4 остается в отделе по вопросам миграции. Называется этот бланк «Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства Российской Федерации». Там вы указываете фамилию, имя, отчество, если имеется, ну в смысле отчество, если имеется, паспорт, номер, дату и дату выдачи, и кем выдан этот документ. Вот, так, что еще, номер своего разрешения на временное проживание, РВП, а также дату выдачи и орган, который выдал, вот, не помню, что еще, но такая вот форма бланка у них есть, они вам выдадут. Вот, она заполняется, вот, просто в таком ручном режиме, не обязательно печатными буквами. Наверное, есть и электронные формы, раз о них упоминается. Ну, вот, у нас, может быть, и практикуется даже. Ну, вот, я подала просто в обычном ручном режиме. Так, при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, указанное уведомление может быть подано в более поздний срок, но не позднее, чем через 6 месяцев со дня истечения очередного года, со дня получения разрешения на временное проживание. Неподача указанного уведомления в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности за нарушение режима проживания. Ну, и, соответственно, там дальше, как суд решит, скорее всего, вас лишат этого разрешения на временное проживание, и вы будете вынуждены покинуть РФ. Так, о чем говорится, что если заболели, то вам дается срок еще 4 месяца к этим двум, всего 6. Но вы должны подтвердить документально, представить справку с определенного, наверное, образца, медицинскую справку, то есть просто какая-нибудь, не всякая бумажка сюда подойдет. Так, я предупрежден, что в соответствии с пунктом 5 ст. 13 указанного федерального закона я не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которой вам не разрешено временное проживание. Это предложение о том, что вы получили РВП в этом субъекте, в моем случае это Республика Бурятии, и вы не можете нигде трудиться, то есть обязаны проживать в этом субъекте Федерации, не нарушая закона, соответственно, проживать и осуществлять трудовую деятельность. То есть бездельничать вам тоже не позволят. Так, я предупрежден о том, что в соответствии с пунктом 2 ст. 11 указанного федерального закона я не вправе по собственному желанию избирать место проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, где мне разрешено временное проживание. Об этом меня часто спрашиваете под моими видео об РВП, ну, обо всех миграционных вопросах. Так вот, РВП получили в данном субъекте, только в данном субъекте вы можете проживать и трудиться легально. Так, я предупрежден, что в соответствии со статьей 16 федерального закона от 18 июля 2006 года номер 109 ФСЗ о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня получения разрешения на временное проживание либо с даты прибытия в местонахождение жилого помещения, избранного мной в качестве места жительства, я должен обратиться с заявлением о регистрации по месту жительства в территориальные органы МВД России по месту нахождения данного жилого помещения. Но это самое срочное, что вы должны сделать. То есть, получив РВП, вы сразу же обязаны прописаться, как это по-русски называется, прописаться, зарегистрироваться. И с вами должен прийти собственник жилья. Если их несколько, все собственники жилья с документом, подтверждающим, что они являются собственниками этого жилья. Я проинформирован, что основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Я предупрежден. Так, здесь я ничего специального не вижу. Здесь, может быть, речь идет о каком-нибудь договоре. Какой документ является подтверждающим право пользования жилым помещением. То есть, если сам собственник жилья добровольно пришел и регистрирует вас у себя, наверное, этого достаточно. Мы не делали никаких договоров с собственником жилья. Я предупрежден, что в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 15 августа 1996 года, номер 114 ФЗ, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации. При наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность, признаваем Российской Федерацией в этом качестве или, если иное, не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, федеральным законом или указами Президента Российской Федерации. Так, о чем этот пункт? О том, что въезд-выезд по визам или, если предусмотрен безвизовый въезд, как в нашем случае, России и Казахстана, то, значит, виза для нас необязательная. Так я понимаю этот пункт. Так, заполняйте оформление ему визы временно проживающего лица. Это не про меня, футбукт. Это подпись должностного лица, выдавшего мне РВП и дата. Произошло это 12 февраля. Вот так. Это по поводу того, как вам следует подтверждать РВП, чтобы его не потерять. В следующем видео я вам расскажу о том, как меня приняли в госпрограмму содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Всем пока. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы. Если нужна какая-то помощь консультационная, небольшая в пределах моих компетенций, я вам могу ответить в ВКонтакте, здесь, на Ютубе. Но учтите, что я не являюсь специалистом. Я обычный такой же мигрант, как вы. Господа, господа, я ведь вам не сказала. Это же еще не все. Совершенно забыла. Так, эта отрывная часть остается у меня, подтверждает, что у меня все нормально. Значит, миграционные органы я уведомила о своем пребывании. А что же о доходах? Так вот, по части доходов у меня такая ситуация. Я являюсь студенткой, учусь на бюджете, получаю стипендию, и доход мой, конечно же, сильно ниже прожиточного минимума в нашем субъекте Российской Федерации. Но поскольку я являюсь студентом, это меня оправдывает. Являясь студентом-очником, я не обязана при этом трудиться и получать легальный доход. Вот и все. Так что студентам не обязательно предоставлять 3 НДФЛ, 2 НДФЛ и другие виды документов, подтверждающие мой легальный доход. Это все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok